Всем привет! Вы на канале Enns Finland. И в одном из предыдущих видео, в котором я рассказывал, как же поживают все мои колонии муровьев после зимовки, я упомянул свою колонию Lysius Fuliginos, в которой находится матка и более сотни подброшенных рабочих видов Lysius Nigger. Я сказал, что дела у них идут просто замечательно, и уже появился первый кокон из тех больших личинок, которые у них выросли после зимовки. Что ж, в этом видео я подробно расскажу, что же с ними сейчас происходит, и что вылупилось этого кокона. Надеюсь, видео вам понравится, и вы поставите лайк. Но я не буду тьнуть, и поехали! Как я уже говорил, после доставания муравьев зимовки, их расплод начал активно расти. Матка уже не была такой толстой, как до зимовки. Скорее всего, она просто потратила все питательные вещества на прокормку, как рабочих себя, так и тех самых личинок. После холодильника же расплод начал активно развиваться, и большие личинки доросли практически до финальной стадии. Но в коконы так и не превратились, за исключением одной, той самой, которую я показывал в прошлом видео. За этим коконом я наблюдал очень долгое время, и с нестерпением ждал, когда же появится первый рабочий, потому что никогда не видел новорожденных фулигиносов, и всегда хотел посмотреть, как они выглядят, и чем же они отличаются от обыкновенных. И вот, в один день это случилось, но об этом немножко позже. Для того, чтобы прокормить все то огромное количество личинок, которое появилось, мне нужно было довольно усердно кормить этих муравьев белком. И благо, у меня остались живые мухи после зимы, которых я выращивал из опарышей, и эти муравьи очень сильно их любили. Именно поэтому я довольно часто их скармливал, и вообще-то наблюдать за этой охотой было одно удовольствие, потому что лазиус ниггера очень активно бегают по арене, активно бросаются на жертву, да и в принципе охота не такая скучная, как у миссоров, так как ниггеры сами по себе довольно быстрые и активные. Ну так вот, я кормил этих муравьев довольно часто мухами, и в один прекрасный день заметил, что в одной из камер происходит что-то довольно странное, ведь муравьи столпились вокруг чего-то в центре, и активно это охраняют и удерживают. Я подумал, что это обычный кусок мухи, который они попросту доедают с прошлой кормёжки, и не особо обратил на это внимание. Ведь больше я интересовался тем, что же случилось с коконом, а кокона не было. Он попросту исчез, я изрыскал весь гипсовый блок, на котором жили мои лазиус ниггера с маткой, но кокона там, к сожалению, не было, а там оставались все только большие личинки. И именно тогда я решил обратить внимание на то, что же муравьи там охраняют. И каково было моё удивление, когда я понял, что охраняют они именно то существо, которое появилось с кокона. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это было. И да, этим существом оказался самец. Моему удивлению просто не было предела, потому что я ожидал увидеть, ну уж точно никак не самца, а тут бац, и он появился. И изначально я не обратил на эту кучку внимания, потому что, ну в принципе, я видел крыло, я подумал, что это муха, но оказалось, что муравьи попросту растащили его во все стороны и держали неподвижно для того, чтобы он, скорее всего, не приставал к самой матке. Тогда мою голову посвящили не особо приятные мысли о том, что королева, возможно, не оплодотворена. Но все-таки я решил подождать и подумать, вдруг это все-таки рабочий снес яйцо, и из него уже появился самец, что, конечно, маловероятно, но у меня все-таки еще есть довольно большое количество крупных личинок, и лучше просто подождать, что же с них появится, и тогда уже делать выводы. На этом этапе я оставил свою колонию и особо за ними не присматривал, попросту увлажняя регулярно их формикарий. Буквально через неделю после того, как я оставил свою колонию без присмотра, я все-таки решил ее достать и посмотреть, что же там случилось, и появились ли новые коконы или же даже новые рабочие. Но новых коконов я не увидел, зато увидел вот это. Да, мертвую матку фалегеносов. Она изначально двигалась не особо активно, и муравьи ее часто перетаскивали, и я замечал, что лапами она особо не движется. Возможно, что-то не так, но думаю, она очухается, и ей нужно просто немножко отдохнуть и не тревожить, и чтобы побольше корма у нее было. Но, как вы видите, это не помогло, и она померла. Опять же говорю, что, скорее всего, это из-за того, что матка была неоплодотворена, и попросту для нее не было смысла жить, если, как бы, нету потомства, сами подумайте. Вот она и откинулась. На самом деле ситуация не особо смешная, потому что я реально очень сильно хотел поднять фалегеносов, и после того, как подкинул матки около сотни рабочих, и после того, как появились огромные пакеты с личинками, я подумал, что все, это, скорее всего, финал, и у меня все получилось, и рабочие появятся довольно скоро, но нет, я ошибался, и рабочих не появилось до сих пор. Так что мне лишь остается высадить этих рабочих на улицу, но до этого я все-таки хочу подождать и посмотреть, что же появится с коконами. Точнее, что же выйдет с коконов. Об этом, я думаю, расскажу в одном из предыдущих... Господи, о чем я? В одном из следующих видео про муравьиные новости, ну а вы ожидайте видоса. Кстати, следующий видос про геркулянусов должен выйти довольно скоро, так что не теряйте надежды и следите за каналом. Ну и под конец хотелось бы еще сказать немножко про ситуацию, которая у меня сейчас происходит, и про предыдущий видос. Начнем со второго. Он вышел в формате short, а именно вертикальное видео длится меньше минуты, и, как я понял, не всем это зашло, а именно большинству это не зашло, и там очень много дизлайков скопилось, и мне также поступали сообщения в личку, что, типа, зачем ты это делаешь, я даже смотреть не стал. Но я вам скажу, зачем вы тогда подписаны на канал, если не хотите смотреть что-то познавательное и интересное. Ведь видос получился довольно насыщенным, и я попытался реально совместить всякие интересные факты про данных тараканов. Но фидбэк не особо положительный. Ладно, учту это и постараюсь больше шорты не снимать, как вы хотите. Далее ситуация про телефон. У меня сдох телефон, накрылся дисплей, и поэтому я сейчас записываю и видео, и звук со своего старого телефона, где микрофон, конечно, похуже, но с обработкой, я думаю, хоть что-то из него вытяну. Так что в ближайшее время, около двух месяцев, я думаю, придется записывать только так. Увы, я не могу тут ничего поделать. Заказал уже новый дисплей, он уже едет. По идее должен ехать, не знаю. С этой ситуацией все очень долго. Но уж извините, тут я ничего поделать не могу. Ну вот, видео и подошло к концу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.